Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился самый ДПМный коллекционный дефис премиумный танк 10 уровня КПЗ-50Т. Почему говорю дефис? Потому что на 10 уровне есть всего 7 машин, которые имеют статуса коллекционки либо премиумной машины. Так вот, среди этих 7 тачек он является самым ДПМным. Выставили его на продажу в трех вариантах. Первый вариант. Вы можете купить себе голую машину за 22 500, просто машина и слот в ангаре. Вы можете купить за 25 000 вот этот набор и можете купить этот же набор за реальные деньги. Сами наборы между собой не отличаются. Что касается набора и голого состояния машины. 22 500 и 25. Разница 2500 золота. Да, безусловно, 2500 на дороге не валяются, но и плюс за 2500 можно порой купить себе какую-нибудь прикольную семерку. Премиумную. Но, с другой стороны, за эти 2500 вам сюда положили 3 мистических контейнера, легендарный внешний вид, который машине действительно подходит. Есть X5 в количестве 30 штук на эту машину и вы сможете некисло поднять элитный опыт экипажа. Есть все открытое оборудование. Это позволит вам сэкономить в районе 3,5 миллионов серебром, если я правильно посчитал. Ну и, соответственно, слот в ангаре для того, чтобы машину можно было поставить. Есть еще вот этот вот анимированный демонический петух, с которым непонятно, что происходит. Сомневаюсь, что есть много игроков, которым заходит. Пишите, кстати, в комментариях, вам нравятся вот эти аватары, которые ложат в комплекте. Или они вам не нужны, вы их потом либо оставляете просто в коллекцию, либо продаете. Ну а в конце концов напишите, если вы действительно ими пользуетесь. Что касается самой тачки. Тачка сама прикольная, интересная, но я бы не сказал, что она подойдет прям всем 100% игроков. Что касается технических характеристик того, что мы можем заценить с вами непосредственно стоя в ангаре. С учетом установленного оборудования, амуниции, мы имеем следующие показатели по ТТХ в отношении орудия. Время сведения 3,2 секунды, очень комфортно и приятно. Разброс тоже довольно-таки хороший. Обалденный ДПМ в 3631 единицу, который запихивает за пояс, в принципе, все машины средние на своем уровне. Что касается времени перезарядки, то практически божественные 5,3 и 320 единиц альфы. Для такого времени перезарядки альфа тоже вполне себе достойная. Пробитие 250 и иногда против некоторых десяток, безусловно, будет не хватать. Но я играю на досылателе и не ставлю калиброванные снаряды для того, чтобы иметь максимально высокий ДПМ и именно от ДПМ машину реализовывать. В случае необходимости заряжаем кумулятивные голдовые снаряды с пробитием в 300 мм. Да, теряем немножечко по альфе, но 40 средних я не считаю, что это прям существенная потеря. Если бы здесь было там, не знаю, 230, тогда можно было бы о чем-то поговорить. Ну а 40 все-таки не столь велика цифра. Что касается угла склонения орудия вниз в минус 8, я бы сказал, что больше для комфорта игры на неровностях, нежели отыгрывать где-то от башни. Потому что башня, хоть и забронированная, но я не могу сказать, что она забронирована настолько круто, что ее никто не пробьет. В прямой проекции, да, окей, вокруг орудия есть плюс-минус хорошая броня, есть неплохая приведенка. Но стоит вам башенку повернуть, ну и сразу начинаем танцевать с бубном, а точнее начинаем какие-нибудь молитвочки читать, для того, чтобы сюда не попали. Потому что пробивают с легкостью. Что касается корпуса. Огромный нижний бронелист, который не обладает броней, понятное дело, что в первую очередь его выцеливают. Да и выцеливать его не сложно, потому что его размеры просто ошеломляющие. Плюс к тому, есть два верхних бронелиста, они имеют неплохую приведенку в 280, но опять-таки, тоже далеко не панацея снарядов соперников. И смотря под каким углом вы будете стоять по отношению к ним, вы, соответственно, можете не кисло отхватить. Плюс к тому, очень бодро заходят фугасы, если бросать их прям вот сюда, вот вокруг орудия. Потому что здесь сверху есть вот такая вот интересная зона с 30 миллиметрами брони и вот эта зона с 60 миллиметрами брони. Поэтому, если вдруг чего, кидайте фугас сюда и гарантированно наносите ему хоть какой-нибудь урон, который сделает ему неприятно. Что касается отыгрывания бортом. Бортом отыгрывать можно здесь, да, есть приведенка, вопросов нет и порой будут какие-то рикошеты, но... Ну как вы отыграете на нем бортом, если как бы вы не становились, все равно будет торчать вот эта вот часть, которая пробивается очень легко. А еще есть вот эта серая зона, которую тоже будут пробивать. Короче говоря, здесь нет никакой супер брони, да в конце концов это и не тяжелый танк, чтобы здесь броня присутствовала. Это средняк, который довольно неплохо сбалансирован и неплохо себя показывает в боях. Что касается сравнения между собой машин, которые есть на 10 уровне из премиумных и коллекционных. Как я говорил, их всего 7 и я думаю, что кору отсюда можно было бы убрать, потому что у него барабан на 4 снаряда с системой дозарядки. Ну прям вообще, вообще не подпадает ни под какие сравнения со всеми ребятами на уровне. Ну а те, которые подпадают под сравнение, так обратите внимание, ДПМ просто ошеломляюще велик по сравнению со многими другими. Что касается пробития, 250 мм далеко не худший показатель для средних танков на уровне, но если прям совсем хватать не будет, то вы можете поставить себе калиброванные снаряды и получите 263 мм. Да, вы перестанете носить статус самого ДПМного танка на уровне, но при этом вы будете иметь статус самого пробивного танка на уровне. Что касается альфы, 320 мм, господи, я хотел сказать миллиметров, 320 единиц альфы тоже далеко не самый лучший показатель, но и как вы видите далеко не худший, хотя приближается к ним. Все-таки данную машину необходимо играть не от альфы, а именно от ДПМа и пытаться его максимально реализовать максимальной скорострельностью. Поэтому я себе поставил именно орудийный досылатель. Перезарядка 5,22. Опять-таки лучший показатель на уровне, но только если вы поставите себе именно досылатель. Переключаете на калиброванные и, соответственно, проседаете немножко, но не настолько существенно, что прям совсем край. Что касается всего остального. Сведение и разброс в пределах всех машин, которые есть на уровне, я не могу сказать, что лучше или хуже. Довольно неплохая подвижность в 60 вперед и 20 назад. Что касается 20 назад, никого не удивишь. И что касается 60 вперед, то некоторые машины такой подвижностью не обладают. Допустим, словно известный М60 на целых 10 километров медленней. И это существенно. И это действительно ощущается в боях. И мне почему-то кажется, что Kampfpanzer 50T это одна из машин, которые по чуть-чуть, по чуть-чуть все-таки вот этого мастодонта в лице М60 выдавят. Выдавят все-таки из, скажем так, разряда самых крутых тачек на 10 уровне. Ну и всеми любимых машин. Что касается процента по победам. Машину еще не сильно, я бы сказал, освоили. Потому что если вы посмотрите на количество игроков, которые играли ее, то существенно меньше. Но в то же время, обратите внимание, 53,5%. Кто-то, кто имеет больше, ушел не так уж и далеко. Единственный, кто действительно далеко ушагал, это Karo. Но опять-таки, 56% и это барабанная машина с системой дозарядки. То есть, если сделать так, как оно должно было быть изначально для сравнения, то давайте посмотрим. Я бы сказал, что в отношении количества побед одна из лучших машин на уровне. Я не делаю рекламу данной машине. И когда я начинал записывать видео, я изначально сказал по поводу того, что машина подойдет далеко не каждому игроку. Все зависит от того, подойдет ли геймплей этой машины именно для вас. Это не Т-22СР по геймплею и не Объект 907. Это что-то среднее. Ну что, давайте попытаемся заценить, чего она может в реальном бою. Итак, друзья, поехали. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Я так понимаю, что не особо меня кто-то будет поддерживать самостоятельно. Конечно, не хотелось бы ехать. Все-таки там два средних танка. Я один. Со мной поехала не сильно бодро подвижная ПТХа с довольно существенным временем перезарядки. Но давайте попытаемся все-таки что-то сделать. Что касается подвижности. Едет как средний танк. Может быть быстрее, чем другие. Но не прям... Не знаю, как это правильно назвать. Не прям самолет. Вот просто едет. И этой скорости более чем достаточно для того, чтобы передвигаться на данной машине по карте. Подъезжать на необходимые позиции. В случае необходимости сделать немножечко крюк. Как я сейчас это делаю. Если на пролом ехать не сильно хочется и вы понимаете, что могут быть какие-то проблемы. Так вот, делая вот этот вот крюк, объезжая какие-то участки карты, вы немного времени на это теряете. Есть такие машины, на которых действительно скудно передвигаешься по карте. И от этого наносишь только вред собственной команде. Потому что много времени потерял именно на перекатку. Вот против нас сейчас играет еще один такой же, как мы, товарищ. Сейчас попытаемся с ним поперестреливаться. В отношении точности. Орудие очень точное, очень приятное. И как на средних, так и на дальних расстояниях отыгрывается очень бодро. Так. Сейчас наглеть будет парень. А я подскользнулся и случайно косанул. Ну что, ну давайте тогда попытаемся отработать исключительно ДПМом. Отработать скоростью перезарядки. Как видите, нижний бронелист, он просто огромен, выцеливается крайне легко. Фартовый. Фартовый. Ладно, не будем сейчас нервничать и психовать. Я думаю, что мы все равно его разберем. И вот мы опять перезарядились и можем сделать еще один фраг. И в этом действительно фишка этой машины. Потому что отыгрывать с таким показателем времени перезарядки, да, плюс еще точности и суммарным ДПМ, это действительно один сплошной кайф. Мне очень нравится данная машина. И откровенно говоря, если бы я обладал необходимым количеством голды, я, к сожалению, ютубер нищебродный. И мои запасы золота крайне никчемные. Они составляют там в районе 10 тысяч, по-моему, 10 там сейчас на счету нет. Но если бы у меня были 25 тысяч, ребят, я бы взял данную машину именно в составе набора. Еще раз повторюсь, я ни в коем случае не агитирую вас к приобретению набора. Я ни в коем случае не агитирую вас к тому, что вы должны или... Или вам лично однозначно необходимо иметь данную машину в составе не то что набора, а просто за 22 500 в голом ее состоянии. Я просто констатирую факт по поводу того, что лично мне, как игроку, у которого 54-55% побед, реальная статистика. Машина подходит и машина действительно интересная. А главное, я получаю на ней удовольствие, когда периодически выезжаю на этой машине поиграть. Играю я на ней на пресс-аккаунте, но была бы на основе, играл бы на основе. Потому что среди средних танков на 10 уровне я считаю данную машину одной из лучших, как ни крути. В свое время она была на продаже на новогоднем аукционе. На тот момент, к сожалению, я опять-таки не имел финансовой возможности приобрести себе данную тачку. Но очень надеюсь, что когда-нибудь она все-таки появится у меня в ангаре. Что касается урона, который мы нанесли. 2500. И эта машина может реально больше. На ней вполне спокойно можно вывозить по 3-3,5 тысячи урона за бой. Главное, чтобы у вас была возможность нормально отстреливать. Ну и не было вот таких вот глупых ситуаций, как я не мог несколько раз пробить себе подобного. При этом мы сделали 3 фрага. Существенный вклад, как мне кажется, в победу. И при вот этих показателях знак классности второй степени. Что касается доходности. Ребят, это коллекционка. Она не будет фармить. И ни в коем случае не стоит ожидать, что на ней вы сможете вывозить горы серебра. Коллекционки 10 уровня это машины для фана, для удовольствия. Ну, возможно, для набивания статистики. Но уж точно не для того, чтобы на них зарабатывать. Но, так или иначе, с премом 42 тысячи, без према 23. Вот такой вот показатель по доходности. Ну и что касается, ребят, нашей результативности по команде. То, да, среднячком могли бы быть выше. Но, в любом случае, свое дело мы сделали. Свой вклад в победу мы вложили. И я считаю, что и это тоже довольно неплохой показатель. С учетом того, что я провел бой, общаясь с вами, отвлекаясь постоянно на пояснение и на передачу вам от себя информации в отношении моих ощущений от данной машины. То, по-моему, довольно неплохо. А вот если сесть нормально, сконцентрироваться и не отвлекаться ни на что, а просто играть. То тогда вы можете, как я уже сказал, вполне спокойно рассчитывать на первые лидирующие места в вашей команде по урону. То, что в победных боях вы будете входить в первую тройку. Ну, да, будете. А в проигрышных вы однозначно будете лидером. Потому что ДПМ здесь просто безумный. Вот такой вот он КПЗ-50Т. Как я уже сказал, покупать или нет, здесь решать, ребят, исключительно вам. Мое дело показать абсолютно честный обзор на данную машину. Такой, какая она есть на самом деле. Если вы за честность, то обязательно подписывайтесь на канал. Нас уже 20 тысяч. И поверьте мне, ни одного из этих зрителей я ни разу ни в чем не обманул. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.